В течение нескольких лет Ричард Куклински, также известный как Ледяной убийца, отбывающий несколько пожизненных заключений, ответил на множество вопросов про свои жестокие и хладнокровные убийства, раскрыв много дел. Но основным и самым главным вопросом остается, почему? Почему? Я был человеком, который был способен причинить вред любому, в любое время, без угрызений совести. Я мог делать это снова и снова. Вы считаете себя ассасином? Ассасином? Звучит так необычно. Я был просто убийцей. Так уж получилось, что я имел возможность наблюдать за этими людьми. И там была парочка геев. Они танцевали. И все такое. И никто не обращал на них внимания. Ходили где хотят. Потому что люди стараются не смотреть на геев. Могли попробовать с геями. Но 120-килограммовый, это немного нереалистично. И тогда я пошел на крайние меры. Я выбрал самый кричащий костюм, который вы только видели. Я стал закоренелым геем. Геи были вне себя от злости. Я ничего не хочу сказать о них плохого. Но на мне был коноречно-желтый свитер. Яркие штаны. У меня были ботинки на платформе. Хотя я и так высокий. Да еще и ботинки. И я вел себя как настоящий закоренелый гей. И я начал как бы танцевать. Терпеть не мог освещение. Все эти вспышки света. Господи, как же я ненавидел этот свет. С ним ничего нельзя хорошо разглядеть. В глазах все было размыто. Но я все равно попытался подойти к тому парню. Я делал все эти странные телодвижения. Я пытался быть по-настоящему гомосексуалистом. И вот я приближаюсь к этому парню. Я с ним столкнулся. Ну а там все друг друга толкали. И у него случился сердечный приступ. Из-за гипотермии. Когда я подошел к нему. У меня в руках была игла. Что было в шприце с иглой? В том случае. Сердечный приступ. В 2002 году мы пригласили доктора Парка Дитца. Известного во всем мире психиатра и консультанта ФБР. Чтобы найти ключ к загадочному уму преступника Ричарда Куклинского. При сотрудничестве Ледяного Человека, доктор Дитц разговаривал с ним 4 дня или 13 часов. Чтобы попытаться понять эту машину для убийства в облике человека. Если я вас правильно понимаю, вы положительно относитесь к тому, что убили больше 50 человек. И есть мнение, что вы, вероятно, убили более 100 человек. Вы уверены в этом? Определенно. И не уверены, что их было больше 200? Здесь бы я не говорил определенно. Может да, может нет? Я бы сказал... Не меньше 200 человек. Вы мне расскажете? Не менее 200 человек. Вы убили больше 200 человек? Однозначно, да. Я убил... Более сотни человек в молодости. Пока я еще никого не знал. Слишком близко. В какой-то период своей жизни я убивал людей ни за что. Даже если кто-то просто не так на меня посмотрел. Срезал их. Стрелял в них. Вы намеревались убить их в упор, чтобы они вас видели? Определенно. Я хотел сказать им, прежде чем они умрут. Я хотел сказать прощай. Вам нравится смотреть им в глаза? Я хотел, чтобы они смотрели прямо на меня. Это очень далекое расстояние между нами сейчас. Мы были ближе. О чем бы вы хотели, чтобы они думали, когда умирали? Просто, чтобы они видели мое красивое лицо. Чтобы последнее, что они видели, это был я. И если перед ними маленькая вечность, бесконечность, или что бы там ни было, они должны были думать обо мне. Я смотрел им в глаза. Я видел пустоту. Я смотрел, как они умирают. И я не давал им выбора уйти. Я видел удивление, шок. Пустоту. И их нет. Все, что я видел, это мое отражение. И все. Вы когда-нибудь позволяли уйти человеку по любой причине? Вы когда-либо решали отпустить человека? Да. Но потом я как следует обдумал это решение и все равно пристрелил их. Отец Ричарда Стэнли был тем взрослым человеком, который оказал на Ричарда наибольшее влияние. Именно благодаря нему Куклинский узнал, насколько эффективно может быть насилие. Какое самое худшее наказание вы получили от своего отца? Они все были не самыми приятными. Он оставил свой след на мне. Он делал это все, когда вам еще не было одиннадцати? Да. Я был маленьким. Все было еще хуже, когда он был пьян? Со Стэнли не было особенной разницы, пил он или не пил. Он был отвратительным ублюдком и всегда таким будет. И даже когда он умер, он остался сукиным сыном. Вы были на его похоронах? Нет, не был. Похороны были? Да. Я не мог терпеть его при жизни, так почему бы я захотел видеть его при смерти? Да. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...